Всем привет! Я Ритм Радова, это мой канал на YouTube. Добро пожаловать в наш уютный офис. Сегодня мы с вами будем говорить о стиле икон, стиле, в данном случае о стиле достаточно известной девушки, которая повлияла на огромное количество современных брендов, на Кэролин Бессетт Кеннеди. Мы поговорим о том, как ее стиль выглядел, какие его основные компоненты были, какие эстетики и виды она использовала, какие стили она миксовала, какие коронные вещи у нее были. А также я приоткрою небольшой занавес тайны и расскажу о том, какие современные бренды очень сильно в своих современных, уникальных коллекциях вдохновляются этой легендарной, я не выводюсь того слова, девушкой. Если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Также хочу напомнить о том, что у нас очень активно продолжается регистрация на три новых вебинара наших спикеров, на вебинар по эмансипации и истории женского костюма 20 века. И мы поговорим о том, каким образом права женщины, которая начала все больше и больше получать, а скорее отвоевывать, коррелировали с развитием одежды женской и женской моды в 20 веке от 1910 и до 2000 года. Для регистрации на этот вебинар, который ведет наш историк моды, фэшн-аналитик Зоя Занецковская, кликайте по ссылке под этим видео. Также у нас стартует регистрация на вебинар по известным личностям в мире моды, по стилистам и фэшн-журналистам. Самые главные игроки, а также их формулы успеха, благодаря которым они стали знаменитыми, благодаря которым они стали известными в своем кругу и влиятельными людьми. Это те формулы, которые в дальнейшем можно применить на своем личном опыте. Для регистрации на этот вебинар, который ведет главный редактор Harper's Bazaar Украина, кликайте по ссылке под этим видео. И также у нас проходит вебинар уникальный абсолютно. Я считаю, что это абсолютный мастер для всех практикующих стилистов, начинающих стилистов и всех тех, кто хочет понять, хотел ли бы он быть фэшн-стилистом. Это вебинар нашего известнейшего фэшн-стилиста Анны Гончаровой. Это вебинар о 10 шагах к созданию уникальной, классной фэшн-съемки от нашего лектора и фэшн-стилиста, известного в достаточно серьезном масштабе Анны Гончаровой. Этот вебинар расскажет о том, как от начала до конца проходит процесс организации съемки, каким образом мы создаем модборд, подбираем вещи, корректируем на съемки, как мы их стилизуем и т.д. Это такой конкретный гайд, каким образом самостоятельно сделать фэшн-съемку аудиториал для издания, для бренда, для кого угодно, для себя. Для регистрации на него кликайте также по ссылке под этим видео. Начнем с того, давайте вообще, я полагаю, что не все знают, кто такая Кэрлин Бессетт Кеннеди. Кэрлин Бессетт Кеннеди — это жена Бобби Кеннеди Джуниора. Бобби Кеннеди Джуниор — это, собственно, сын Джона Кеннеди, президента, и его жены Джеки Кеннеди или Джеки О, которая была суперзнаменита своим стилем. И вот одни из их детей, один из их детей — это Бобби, их младший, нет, не младший, по-моему, ребенок. И это его жена. Кэрлин Бессетт Кеннеди, вообще изначально у нее фамилия просто Бессетт, потом она взяла двойную фамилию из уважения к своему мужу. И я думаю, что естественно, потому что Кеннеди безумно знаменитая фамилия, кто бы ее не взял второй фамилией, она была пиарщиком и специалистом по связям с общественностью для бренда Келвин Кляйн. И это вообще безумно важная часть нашего повествования, потому что если вы сейчас ассоциируете Келвин Кляйн исключительно с какими-то видами нижнего белья, с классическим лого, благодаря которым они, в принципе, знамениты на весь мир, то вы абсолютно не правы. Я вдохновляю вас посмотреть коллекции 90-х бренда Келвин Кляйн. Это вам самый настоящий, идеальный, современный минимализм по типу The Row. И The Row, естественно, этим брендом в том числе вдохновляется. И вот именно в тот момент, когда Келвин Кляйн как модный дом создавали такие позиции, такие коллекции, пиарщиком их была Керлин Бессетт Кеннеди. Она, конечно же, была в том числе светской лицей, но знаменитой она стала еще до встречи со своим будущим мужем, благодаря своему стилю. Естественно, когда ты крутишься в таких светских кругах, когда ты стильно одеваешься в эстетике бренда Келвин Кляйн, мы сейчас рассмотрим каким образом, то ты в любом случае так или иначе на слуху. Тут появляется ее будущий муж, они начинают встречаться, потом недостаточно быстро в целом поженились. И их пару сильно полюбили за счет того, что они часто выходили вместе в каких-то более сумасшедших образах, в очень кэжуальных образах. Часто выходили выгуливать собаку вместе, очень показательно присутствовали на всех мероприятиях, часто вместе прогуливались. И оба были красивыми, стильными людьми. Их просто преследовали папарацци, особенно, естественно, Керлин Бессетт Кеннеди. За ней ходили по пятам, на каждом шагу фотографировали, где хочет и нигде не хочет, чаще всего там, где не хочет, потому что она была безумно стильной девушкой, и она выдерживала свой стиль от начала и до конца. История в целом у них достаточно трагичная. Я просто быстро расскажу, потому что мне кажется, что это тоже очень важно. В какой-то момент, после уже определенного времени брака, ее муж, он был пилотом, и он вместе с ней и ее сестрой сели в самолет и полетели на Martha's Windyard. Это такой остров недалеко от Массачусетса. И на этом острове часто проходят какие-то мероприятия, там есть как загородные домики для отдыха, известных достаточно обеспеченных людей. Они туда летели, они попали в не очень летную погоду, и, к сожалению, самолет разбился, никто не выжил. И это была очень трагическая новость для семьи Кеннеди, потому что вообще есть определенная история, как проклятие Кеннеди, которое якобы преследует всю семью Кеннеди, где там самого президента, вы знаете, что его убили, где жена его тоже после этого была несчастна, и вся семья каким-то образом пострадала. То есть здесь они в авиакатастрофе пострадали, что Кэролин, что ее сестра и сам ее муж. И в целом из семьи Кеннеди осталась в живых только одна единственная дочь Джеки О и Джона Кеннеди, президента. Она сейчас тоже в политической карьере. Находится единственный человек, который в целом из семьи Кеннеди остался живым. Так что очень странная, запутанная история, если честно. Вот. Это то, что, в принципе, нужно знать о истории, предыстории и постыстории Кэролин Бессетт Кеннеди. Но вклад, который она сделала в эстетику того времени, в моду, его невозможно оценить, потому что на самом деле то, что она носила, если вы сейчас посмотрите внимательно видео, вы сможете четкую параллель провести с тем, что сейчас актуально, что сейчас на первых полосах модных изданий, что сейчас большинство блогеров надевают, особенно те, кто в минимализме ориентируется. Начнем с того, что ее стиль и ее эстетика припала на 90-е. 90-е, переходы из 80-х к 90-е, это все те еще немножко широкие плечи были, маскулинные силуэты остаются. В принципе, маскулинные вещи на девушках, они остались до нынешних времен. Они как вошли, например, брючные костюмы мужские на девушках, так они никуда и не делись, просто потому что так очень красиво, сексуально и удобно. Кроссовки, спортивные стили с 80-х, все это переходит в 90-е, но 90-е немножко, мы помним, убавляют силуэт, делают его чуть-чуть более облегающим, прямым или полуоблегающим. И она однозначно в 90-х существовала, поэтому эстетика, которую она передавала, и стиль, в котором она одевалась, это стиль десятилетий 90-х. Если мы говорим про стили, которые она использовала, и вы знаете, как обычно, у меня всегда очень все структурировано, поэтому сейчас по стилям пройдемся. Это в основном классический стиль, и вы сейчас увидите, какие вещи это все репрезентовали. Это немножечко спортивный стиль, это casual, романтики был абсолютный мизер, и в целом был очень минималистичный подход. Минималистичный подход в цветах, в оттенках, минимум принтов или вообще их отсутствия, минимум какого-то яркого цвета. По силуэтам все достаточно просто, понятно, ничего сложно сочиненного, никаких объемных плечей, никаких цветочных принтов, никаких рукавов фонарей и буфов, никаких объемных брюк и так далее и тому подобное. Все очень лаконичное, понятное, носибельное, и опять же в стиле бренда Calvin Klein, пятчиком которого она на тот момент являлась. Теперь по силуэтам. Основные два силуэта, которые она носила, это чаще всего прямой силуэт, просто практически везде, плюс иногда полуприталенный, чаще всего это выражалось в топе. Допустим, полуприталенная рубашка. И вообще она очень любила рубашки, если мы уже переходим к вещам, какие-то знаковые или в целом вещи, которые она чаще всего носила, это рубашки в огромном количестве, но не супер оверсайз рубашки, а такие немножечко по фигуре, слегка полуприталенные, с прекрасной посадкой, четкой посадкой по плечам. Кстати, все ее вещи зачастую были с четкой посадкой по плечам. Не мягкое плечо, а четкая посадка. И в целом большинство ее изделий подчеркивали фигуру, не слишком ее облегали, но визуально и не увеличивали. То есть оверсайз ей в целом был не свойствен. Одна из главных вещей, которая вообще ее характеризует, мне кажется, очень четко описывает ее стиль. Это такой расслабленный минимализм, и среди него очень часто появлялись именно джинсы в разных вариациях. Чаще всего джинсы либо немножечко свободные прямые, либо на средней посадке более облегающие, слегка расклешенные к низу, или слегка коротенькие 7,8, оголяющие щиколотку. И чаще всего это носилось с низким ходом. И иногда мог быть объемный немножко вверх, например, какая-то толстовка. Но чаще всего это была рубашка или футболка. Ее стиль был минималистичным до немогу. Лишних деталей не было, лишних украшений не было. И максимум, что она могла себе позволить, либо это какой-то платочек на голову, либо красная помада. И ее классические очки, которые уже, мне кажется, все запомнили, и сейчас также они очень актуальны. Они такие овальные, слегка вытянутые, в стиле фильма «Матрица». Все мы с вами его помним. И на ее лице, на хрупком, деликатном, они также смотрелись очень интересно. Часто единственный оверсайз-элемент, который у нее присутствовал, это либо оверсайз-толстовка, либо оверсайз-свитер. Потому что в нижней части она обычно надевала более прямые или полуоблегающие вещи. Поэтому вверху она иногда могла себе позволить оверсайз-силуэт. Но это было очень редко. Чаще всего это были луки, которые просто так прогулочные, не луки на выход. Если у нее было какое-то мероприятие, это были вещи более облегающие или прямого силуэта. По брюкам. Если она не носила джинсы, то она чаще всего носила брюки. И эти брюки были средней посадки, прямые, длина могла быть 7 восьмых или прямо в пол, чаще всего со строчкой. Чаще всего она к этому всему еще и добавляла какой-то тонкий аккуратный поясок. И, естественно, сочетала это все с каким-то деликатным джемпером, футболочкой, рубашечкой, ничего лишнего. По рубашкам. Это практически всегда была рубашка мужского кроя из плотного хлопка, но при этом чуть-чуть более приталенная для того, чтобы показать ее силуэт. Она была очень девушкой деликатной, очень стройной, и она любила показывать эти элементы, но никогда не перебарщивала. Соответственно, если что-то у нее было полуприталенное, остальные изделия были свободными, прямого силуэта, на ней мини-юбки с укороченными топами просто не были замечены, потому что это не была ее эстетика, это не было то, что она транслировала. Плюс нужно естественно понимать, что всегда есть элемент того, что она публичный человек, человек, который замужем за наследника, ну не совсем наследником, это же не монархия, но тем не менее человеком связанным с президентским сроком, с главенством в его стране, поэтому в любом случае ей нужно было быть более сдержанной, ей нужно было находить какой-то средний минимум, в рамках которого она может выражать себя и свое настроение, но при этом и не быть влюгарной. По платьям. Она, кстати, платья очень любила, и чаще всего это были либо прямые, либо полупритальные платья мидии или макси, обычно была видна щиколотка, обычно достаточно широкие лянки, круглый вырез, ничего лишнего, никаких принтов, никаких поясков, платье было прямое, и оно не спадало, ничего ему больше не мешало, и обычно эти платья все сочетались либо с аккуратным каблучком, либо с абсолютно низким ходом, и она, кстати, чаще всего каблукам предпочитала низкий ход, кроссовки, балетки и подобные элементы. Про брючные костюмы с вами мы уже затрагивали момент, так вот, брючные костюмы, часто на них также можно было встретить, маскулинность была одним из главных, в том числе элементов 90-х, и в ее гардеробе она была абсолютно не чужим гостем, потому что на самом деле на ее хрупкой, стройной фигуре это смотрелось еще более женственно и интересно, она обычно все это сочетала не с каблуками, а с низким ходом или с аккуратным каблуком, футболками, рубашками, с чем-то очень деликатным, нежным, не бросающимся в глаза, и практически всегда в любом случае в рамках ее стиля ты в первую очередь видел ее, а потом уже одежду, потому что одежда была настолько нейтральной. Но, кстати, забергая наперед, я сразу скажу, что это абсолютно неважно, что вы видите сначала. Вы, когда смотрите сейчас на меня, вы однозначно видите в первую очередь свитер, потом юбку, обувь, и потом, возможно, меня. И это абсолютно неважно, потому что такой мой посыл, и мне хочется, чтобы вы заметили вещи на мне. Это абсолютно нормально, нет никакого правила, в рамках которого, несмотря на то, что нам уже всем попытались вбить голову, вам нужно сначала видеть человека, потом вещь. Это все абсолютно неважно. Самое главное, что вы хотите, чтобы люди замечали, видели. Какой ваш посыл, какое ваше настроение. У меня сегодня такое настроение, а у Кэролин уже был определенный образ, которого она придерживалась, плюс она в целом была минималистом, за что я ей, конечно, аплодирую. Выдержать этот стиль на протяжении такого длительного времени и не оступиться в разные стороны это дорогого стоит. Также интересный момент, она часто, за счет того, что у нее очень хрупкая, тонкая шея, аккуратные плечи, зона декольте, она часто носила какие-то топы или платья, оголяя плечи и вообще всю зону декольте, но в разумных размерах. Соответственно, кстати, для того, чтобы сбалансировать вот эту открытость верхней части, она себе больше не позволяла, например, надевать длину мини с этим. Соответственно, если это было платье, были оголенные плечи, но это было платье Макси или Миди. Если это был топ, то низ был полностью прямой и закрытый. И только в такой пропорции она могла позволить себе оголить хоть какую-то часть тела, если, конечно, мы не говорим про купальник, который был на пляже. Еще один элемент, который сейчас часто вы можете встретить, кардиганы как топы. Носила она практически каждый день в разные вариации, иногда под жакет, иногда самостоятельно, чаще всего с какой-то юбкой в Миди или Макси прямой, или с джинсами, с кроссовками, кедами, лоферами, маленькими аккуратными туфельками на кит-н-хилл в небольшом каблучке и острым носком или квадратным. Именно в такой вариации. Но кардиганы как топы в целом присутствовали в 90-х, и она их носила с удовольствием. По юбкам. Боже, это один, наверное, из основных элементов, которые вообще четко ассоциируются с ней. Если вы помните стиль Рэйчел из «Друзей», она тоже часто в сериале носила вот эти вот прямые Макси или Миди юбки, абсолютно прямые средней посадки. Так вот, этот стиль изначально его родоначальником, я бы сказала, главным пропагандистом сто процентов была Кэрлин Бессетт Кеннеди. Эти прямые юбки присутствовали в ее гардеробе на каждый день. С оверсайз-рубашкой льняной на отдыхе и сумкой Биркин и лоферами, с аккуратной рубашкой полуприталенной и с какими-то каблуками, с аккуратным топом вечерним и маленькими вечерними каблучками и клачем. Ее гардероб, я по моим наблюдениям могу сказать, состоял, наверное, на 80% в низе, в части низа, именно из прямых юбок. Причем финиш был совершенно разный. Матовый, хлопковый, льняной, сатиновый, шелковый, какой угодно. Главное, что силуэт этот оставался неизменным и в целом сам силуэт прямой, он очень выигрышно смотрится на девушках такого типа телосложения и внешности, потому что он просто визуально продлевает и деликатно завершает образ. Такие знаковые вещи или даже ансамбли мы можем вспомнить из его нарядов, которые запомнились многим, которые сейчас очень многие повторяют. Так вот, первый из них это платье, которое навело сумасшедшего шума, это свадебное платье комбинация, то есть платье Макси в бельевом стиле, нейтральное, аккуратное, ничего лишнего, аккуратные каблучки, аккуратные фата. И также, по-моему, у нее были еще перчатки. Все, и это было ее свадебным платьем. В то время, как в 80-е, 70-е приветствовались пышные рукава фонарики и все очень активное, бельевой стиль 90-х в том числе повлиял и на Кэролин Бесетт Кеннеди. И после ее свадьбы, и после того, как появились первые фотографии ее свадебного платья, очень возросло количество запросов в свадебных агентствах и в агентствах по ателье по пошиву свадебных нарядов именно на такие бельевые изделия в качестве основного свадебного платья. На нее смотрелось прекрасно, это был достаточно плотный шелк, соответственно, он не слишком прилегал к телу, не спадал, очень правильно подчеркивал фигуру. И я считаю, что это идеальная ода минимализму в свадебном наряде. Еще одна комбинация, которую часто можно было на ней встретить, и она, кстати, не боялась повторять луки, что я считаю прекрасным, и погоню за каждый раз различным образом сейчас я тоже не очень понимаю. Так вот, она носила свободную рубашку, при этом достаточно четкая посадка по плечам, но она свободная по силуэту, с прямой, это была белая рубашка, с прямой черной юбкой в пол или юбкой мидии, обычно с низким ходом или с каблуком. Вот этот белый верх, черный низ, но в минималистичном и более, я бы сказала, скромном, сдержанном исполнении был свой смен ей, и многие ее запомнили именно за такие образы. Более того, я должна, кстати, сразу сказать, что большинство сочетаний, которые Керлин Бессетт Кеннеди носила, сейчас были бы очень применимы для девушек, которые пользуются принципом скромной моды, соответственно, по религиозным или другим убеждениям стараются скрывать большинство частей тела аккуратной стильной одежды. Вот это, я считаю, замечательная икона стиля, стиль которой можно наследовать достаточно успешно и получать современные, но при этом образы, которые не нарушают ваших каких-то внутренних правил и устоев. Еще одно прямо очень такое запоминающееся сочетание, мы уже знаем, что джинсы на ней были очень часто, и чаще всего она носила эти джинсы с какой-то футболкой или топом и с бежевым пальто или карамельным пальто или camel оттенком пальто, прямого кроя, или это может быть тренч, но вот camel оттенок верхней одежды и синий, насыщенный индиго цвет джинсов и обычно это низкий ход, какие-то лоферы, кроссовки, все что угодно, это то, чем она также запомнилась. Также сочетание, которое часто можно было не встретить, это обруч достаточно широкий, у него такая черепаховая, якобы как окрас, плюс вот эти ее очки овальные, вытянутые в стиле матрицы, и обычно это волосы, собранные либо в пучок, либо в низкий хвостик аккуратный, у нее были не очень густые, достаточно редкие волосы, поэтому чаще всего можно было увидеть, как она их собирает в пучок, чтобы они смотрелись более лаконично и в целом открывали ее красивое лицо. И вот очки плюс такой ободок, это то сочетание, которое она часто применяла для своих луков, например, с теми же юбками прямыми и рубашками. По обуви, кстати, очень интересно, на ней часто можно было встретить вьетнамки, причем эти вьетнамки она носила что с какими-то джинсами, что с шортами, что с юбками, со всем чем угодно, и вот стиль, если вы знаете девушек скандинавских, которые пару лет назад активно начали носить вьетнамки со всем, что можно, с яркими платьями, юбками и так далее, это вы должны знать, что корни его находятся у Кэролин Бессетт Кеннеди. Также обувь, которую она часто надевала, это обувь с квадратным мысом или вытянутым носком, чаще всего это были либо какие-то ботинки, либо лоферы, либо на Китенхилл небольшие такие туфельки вечерние и не только, и это тот тип обуви, который она предпочитала, и это был либо квадратный, либо вытянутый носок. Если она носила босоножки, то они были на низком каблуке, высокий каблук она практически надевала, чаще всего на ней можно было встретить Китенхилл, классическая высота Китенхилл это 3-4 сантиметра. По сумкам, во-первых, как классический такой понятный, известный минималист, у нее было их всего несколько, и она их носила совсем чем угодно. Первая из них это сумка Прада геометрической формы, которая носила круглый год совсем чем угодно, также у нее было две сумки Биркин, которые она сочетала в разные вариации, на глаз размер этой сумки Биркин был где-то 35-40, достаточно большой, объемный, чтобы туда все помещалось, и она его носила, она эти сумки носила на сгибе руки. Также у нее был один аккуратный клатч, минималистичный, и в разных вариациях она его носила, плюс была маленькая золотая сумочка в пайетках, которую она обычно надевала на какие-то вечерние мероприятия. И опять же, она носила эти вещи в разных вариациях достаточно часто, чем еще раз доказывала, что универсальность гардероба стоит превыше новых покупок и единоразовых носок тех или иных вещей. По цветовой палитре, если вы сейчас посмотрели все образы, которые я показала, то чаще всего вы увидите, какие цвета. Это черный, черный это вообще был однозначный цвет, который чаще всего надевала Керлин Бессетт Кеннеди в разных вариациях, топы, платья, джинсы, брюки, купальники, рубашки, все что угодно, черный это ее цвет. Плюс она еще и светленькая, она блондинка, и многие блондинки или даже шатенки любят черный цвет, потому что он на контрасте замечательно работает, даже без наличия макияжа. Молочный цвет и разные его оттенки, и белый она также часто предпочитала и носила. Среди этого всего был серый, который она употребляла в разных вариациях, бежевый в разных опять же вариациях, и если был какой-то цвет, какое-то вкрапление, то чаще всего это был красный в виде помады. Однозначно могу сказать, что в целом, когда вы сейчас посмотрите на ее стиль, на ее образы, то главные бренды, которые должны вам прийти в голову, которые, возможно, у вас появилось уже дежавю, и вы что-то подобное видели, это о бренде Роу, бренде Роу, сестер Олсен, и бренд Кейт. Когда вы посмотрите на удивительное совпадение по эстетике, силуэтам и сочетаниям вещей этих брендов и луков, которые сочетала и носила Кэролин Бессетт Кеннеди, вы поймете, что все уже изобретено, и ничего нового практически придумать невозможно. Потому что, например, бренде Роу вдохновляется однозначно эстетикой подачи силуэтами Кэролин Бессетт Кеннеди, и в том числе Келвин Кляйна 90-х, и в том числе коллекции Марджеллы, дизайнера, для модного дома Эрмес. Также тех готов. И бренд Кейт, если вы посмотрите, недавно скопировал просто тютелька в тютельку атласные на небольшом Китен Хилл каблуке с острым носком туфельки, которые Кэролин Бессетт Кеннеди надевала не в одном своем образе. И это не единичный случай. Если вы посмотрите в целом, то эстетика, которую Кэролин Бессетт Кеннеди просто вот так вот непринужденно надевала и использовала каждый день, это то, что до сих пор очень активно вдохновляет бренд The Row. Прям от коллекции к коллекции это вдохновение только крепчает. Пишите в комментариях внизу, кого бы вы следующего хотели видеть в рубрике «Стиль икон стиля», что интересного вы узнали из сегодняшнего ролика, или что, допустим, вы позаимствуете, какие сочетания вам больше всего понравились. На сегодня это все. Люблю и целую. Ваша Рита. Редактор субтитров А.Семкин